всем здравствуйте что-то никого из всех нету ну значит нету так нету в конце концов лекция у нас будут и в записи тоже вот сегодня у нас последней встреча в этом семестре по всем ну по последней лекции я бы сказал в этом семестре по всем темам которые у нас были вот наша тема это совместная разработка приложения на питон и понятное дело по этой лекции по это по этой дисциплине у нас тоже последняя встреча я как обычно в последней лекции слишком много у нас будет бла-бла и не так уж много практики вот но я все-таки постараюсь постараюсь что-нибудь такое показать но потому что ну хотя бы показать на пальцах вот не обещаю что сегодняшняя реакция будет насыщенной полноценная в конце концов прошло там три недели с предыдущей лекции все он разбежались он никого не вижу но тем не менее мы с вами до финиш то еще не добрались а надо бы добраться первое что хочется показать это штуку которая называется continuous integration причем опять таки мы с вами делать не будем с прошлого года ситуация поменялась к несколько к худшему дело в том что я в прошлом году подсел на такой прекрасный сервис который называется source hat вот в котором тоже была вполне себе непрерывная интеграция а вот но к сожалению с тех пор случилась такая штука что инструментами непрерывной интеграции начали пользоваться люди которые манит криптовалюту вот вместо того чтобы делать сей но и почти все сервисы ограничили возможность запуска сей вот в заключением гитхаба у которого просто есть ресурсы следить что там майнеры не мая да и к сожалению у source hat а стала непрерывная интеграция платная просто потому что такой способ такой способ избавиться от непрошенных халявщиков вот почему именно сей стал платным и вообще попал под удар в общем сейчас будет понятно значит что такое непрерывная интеграция ну вот тут есть ссылка на википедию можно почитать вот непрерывная интеграция эта ситуация когда вы разрабатываете приложение или компонент приложения последующая проверку валидности того что вы разработали качество способность ваших вашего проекта встраиваться в другие проекты если вы делаете компонент и так дальше и так дальше делают за вас какие-то неведомые человек подобные или даже совершенно не человек подобный робот то есть у вас есть репозиторий в которой вы типа программирует сходить туда и от вас как от программиста требуется только кодить вот такой вот значит странное разделение труда после чего вы пушите в свой репозиторий либо просто банальный пуш либо снабжаете его специально оформленным тегом или просто тегом и в результате получается что сборка проекта та самая сборка которую мы с вами автоматизировали с помощью дуэта выполняется там на стороне хостинга где у вас лежит гид-репозиторий вот инструментами хостинга тестирование проект который мы с вами автоматизировали с помощью дуэта выполняется там на стороне хостинга инструментами хостинга попытка переразвернуть или развернуть готовый проект то есть с нашей точки зрения ну там установить колесо в чистое окружение и запустить его тоже может происходить либо средствами хостинга либо у вас есть специальная площадка где вы эти самые проекты развертываете а инструменты хостинга собственно будут заниматься управлением этого развертывания ну и всякие тесты отчеты вот это вот все что результат работы всего этого безобразия тоже производится тест на хостинг фактически ся и это такая удобная штука чтобы программист только программировал все остальное за него сделают непонятно кто именно по этой причине по причине все остальное за него сделать непонятно кто мы с вами себя и непосредственно не занимались потому что наша задача была сделать все сами вот почему тем не менее эта штука приобрела ну такое всеохватное значение почему все в результате финиширует использование continuous integration дело вот в чем с одной стороны да мы с вами теряем квалификацию то есть все что мы делаем внезапно уехала на хостинговую площадку и там выполняется с помощью неведомой нам черной магии сама ну как само мы сейчас посмотрим как выглядит файл списание вот но с другой стороны далеко не каждый из участников разработки готов тестировать полноценно интегре и в том числе интеграционно тестировать тот проект который зарабатывает на своем собственном компьютере например вы делаете модуль который содержит все бинарные части должен работать под всеми операционными системами так на секундочку или под пятью питонами потому что вы хотите чтобы была совместимость начиная с питона 3.6 до питона 3.10 включительно да или еще очень эдакое понятное дело что один отдельно взятый человек все вот это проверить не может и даже в общем у него инструментов таких поэтому большие платформы тип того же кит хаба предлагают вам следующий механизм работы собственно он и есть та самая continuous development а continuous integration это когда мы еще и куда-то это все ставим continuous deployment предлагает следующую схему вы описываете процесс автоматизации сборки тестирования и deployment примерно так как мы это делали с помощью дуэта только в более мутном синтаксисе и с большим количеством непонятной черной магии для вас разворачивается одна или даже много виртуалок содержащих соответствующую операционную систему соответствующий питон и вообще соответствующее окружение в эти виртуалки еще можно доставить какие-то пакеты отдельные после чего запускаются те самые сценарии тестирования сборки deployment и так дальше и по результатам вы получаете отчет это что касаемо что касаемо матрицы операционной системы versus python да все операционные системы все питоны которые вы хотите и та же самая история с deployment почти наверняка одному отдельно взятому программисту если речь идет о разработке большой проект даже не дадут делать deployment ни на какой тестовый сервер вот а в действительности тестовая попытка тестового deployment и запуска и тестирования собственно целиком интеграционного тестирования проект который разрабатываете должна происходить условно говоря автоматически ну там не знаю когда например лид дернул за ручку или например когда все нужные коммиты закоммитили у вас готов релиз да вот что-то зарелизилось оно тут же диплоится на всякие точки тестирования и там тестировать вот почему мне не нравится вся эта картина несмотря на то что очевидно мы с вами не можем у себя дома сделать то что делает за нас continuous integration continuous development потому что в действительности вот сейчас я покажу покажу примерчик нет сейчас я покажу более сложно нет сейчас простой пример вот в действительности то что мы с вами делали с помощью дуэта или то что мы с вами умеем делать с помощью make файла это гораздо более алгоритмические хитрая и функциональная штука чем то что нам предоставляет ся и например в на гитхабе есть такая штука называется github book law или github actions вот он которая управляется очень простым способом вы кладете в свой репозиторий да значит это вот репозиторий некий модуль на питоне вот он мы документацию по нему почитаем в конце что он делает этот модуль на питоне ну просто какой-то модуль на питоне плохо плохо задокументированный вот здесь да так вот значит некий модуль на питоне и я собираюсь проверить но как минимум автоматизировать проверку тестов и из него как бы выгоняющихся вот это все вот так вот значит для того чтобы запустить continuous integration в данном случае continuous development вот создается специальный файл в каталоге github workflows обратите внимание это фича именно гитхаба другие площадки предоставляющие continuous integration например travis или gitlab.si устроены по-другому да самый первый это придумали как раз travis эту штуку отстань противная вот так уж повелось что синтаксис управляющих файлов написано на языке ямль это на за маркап лэнгвич и это верно и для трависа и для гитлаба и для гитхаба и для сарсхата и видимо ну ну так повелось так пошла эволюция а вот синтаксис а вот семантика полей этого самого яма для всех этих площадок полностью различается то есть нет никакого универсального языка описание continuous integration заданий это эти как все continuous integration задания сами по себе четко очень жестко привязаны к той площадке которую собственно эти задания выполняют вот тут илья спрашивает имеет имеет ли смысл настраивать так чтобы выполнялся прямо дует скрипт я думаю что да я думаю что да хотя бы ушей потому что будет скрипт позволяет нам тестировать и проверять какие-то части наших наших нашей автоматизации прямо у себя дома вот и не нужно вести двойную бухгалтерию вот в частности в этом в этом проекте я специально развел двойную бухгалтерию у меня есть моих файл вот он кстати сказать хочу поделиться хочу поделиться открытием я нашел ну более или менее приличный заменитель мэйка написанный на чистом питоне называется almost make сейчас покажу его вот all make у меня он даже есть в requirements almost make я уже обнаружил несколько синтаксических отличий от настоящего мэйка но тут уж ничего не поделаешь я сказал almost make вот тут уж ничего не поделаешь такое бывает но тем не менее ребята говорят что у них очень много тестов на обычные мэйк файлы проходит проект относительно живой вот последний комит второго марта то есть ну да в общем вот есть еще пэмэйк но с пэмэйком какая-то неприятность была я его помнится пробовал и не стал использовать но с ним такая неприятность что например он развивается меньше и плохо собирается вот хотя вроде вот люди люди говорят что работает вот значит almost make пока что я вот на него запал так вот я таки да развел двойную бухгалтерию потому что у меня есть мэйк файл который делает все эти задания и я специально не стал использовать мэйк файл для организации continuous integration а написал ее его это задание прям руками так как она устроена в данном случае на гитхабе вот и мы что зачем это сделал чтобы посмотреть насколько насколько вот этот ямл текст насколько он более тупой примитивный и не позволяет всякие гибкие штуки вот видите делать с переменными с двойным вызовом ну и так дальше и так дальше к сожалению не может вот таким вот образом оформилась оформился workflow под названием тест потому что в действительности ничего кроме тестирования я не делаю вот большая часть этого большая часть семантики этого файла синтаксис повторяю ямловский большая часть семантики посвящена именно свойством гитхаба и допустим на гитлабе или на сорсхат или где-то еще на трависе она будет другая например вы можете настроить запуск соответствующий соответствующего соответствующего состоящий соответствующий автоматизации на определенные события происходящие в вашем репозитории например когда вы делаете push или например когда кто-то делает pull request очень удобная штука кто-то присылает вам pull request а у вас уже автоматом запустился тест который проверяет а чё будет если этот pull request принять будет ли все работать как надо вот дальше вы описываете в рамках какой операционной системы будет происходить тестирование причем опять-таки все это прибито гвоздями к конкретной площадке что такое убунту лейтест надо спрашивать у гитхаба что там за убунту лейтест такой вот дальше идет некоторое количество черной магии потому что понятное дело голый убунту лейтест возможно даже не содержит нужных инструментов которые вы хотите использовать для тестирования ну скажем так для интеграции и поэтому вы говорите что вот тут будет значит использоваться какие-то какие-то дополнительные свойства что означает actions check out v3 ни малейшего понятия не имею и ни малейшего понятия не имею что означает actions setup python v3 это я просто скопипастил соответствующего шаблона вот но судя по тому что здесь не ставится никаких дополнительных пакетов в эту самую бунту лейтест я сильно подозреваю что action setup python v3 это установка собственно нужных для питона зависимости в эту самую бунту тем более что как мы знаем в убунте у нас 3 8 питон а нам нужен 3 10 и здесь видите специально указано что нужен 3 10 питон каким образом все это реализовано мы не знаем да вот первая моя претензия к мы очень четко зависим от того что там намутили разработчики соответствующего хостинга и что вообще во что раскрываются все вот эти непонятные нам команды actions check out а я думаю что actions check out это настроить у бунту так чтобы можно было за чекаутить соответствующий ну заклонить соответствующий репозитор вот а вот дальше собственно часть которую можно уже объяснить вы говорите вот задание под названием установить всякие зависимости на одном случае сборочные и вы запускает ну сначала вы обновляете пип если вдруг он там старый а потом запускаете устанавливаете все то что у нас должно было лежать в сборочных зависимостях грабли номер один мы взяли сдублировали наш пип файл потому что совершенно непонятно как можно было конечно на основе пип файла автоматом сгенерить все это безобразие но 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 было лень что мы ставим флейк 8 pts pdoc style дальше задания которые собственно проверяют проверяют насколько все у вас хорошо ну например флейк 8 это я тоже скопипастил из соответствующего шаблона обратите внимание что флейк 8 запускается два раза второй раз он запускается с ключиками exit zero это означает что какие бы ошибки он не встретил он результат выполнения такой проверки будет безошибочным то есть у вас вы выдастся какое-то количество диагностики но exit статус будет 0 именно поэтому для критических ошибок синтаксические ошибки ошибки ну короче говоря для критических ошибок флейк 8 запускается еще раз вот с тем чтобы если ошибки были критические то он просто бы свалился соответствующее задание под названием и не линд в флейк 8 свалилась бы с неуспехом и соответствующий соответствующий форкф лоу соответствующий экшен у вас бы тоже свалился с неуспеха что еще тут еще док стринги который под док ставил да это запуск птеста вот собственно 3 4 задания которые на самом деле 5 которые в рамках этого в рамках этого в рокфло у нас организованы это разворачивание соответствующей убунты вернее до разворачивания на базе убунты соответствующего окружения до установка нужных зависимостей обратите внимание что это все скачивание из интернетов вот кстати сказать мы бы могли сгенерировать файл requirements . txt и здесь написать pip install минус r этот самый requirements . txt тогда бы хотя бы один уровень дублирования у нас пропал бы да то есть мы могли бы сгенерить этот requirements . txt как-нибудь по-хитрому сейчас кстати попробуем это сделать может быть получится вот и потом уже значит из него ставить все зависимости интересные идеи вот дальше тестирование дальше еще тестирование дальше еще тестирование это у нас линтеры а это у собственно пытается значит давайте что посмотрим действительно как работает как работает эта штука на примере потому что потому что я хочу хотя бы здесь избежать дублирование видите у нас есть сейчас покажу в чем в чем фишка вот тут сразу люди сразу люди начинают говорить как так у нас интернета зависимые у нас сборка а начинается со скачивания файлов из интернета все так более того все правильно говорят и амонши и андрей можно попробовать натолкать в наш репозиторий какие-то локальные файлы и туда значит оттуда все ставить но но вы понимаете да так вот значит я хотел я хотел хотел я давайте мы сейчас что у нас говорит гид статус статус гид статус говорит а понятно это я пытался get version включить расскажу про это вот в общем нет не работает нормально гид вершенинг в современном мире пока что во значит давайте мы вот что сделаем давайте мы попробуем не будем сейчас пытаться решить задачу как отвязаться от интернетов вообще а попробуем хотя бы не дублировать список development зависимости дважды в ся и файле и в нашем пип файле для этой для этой для этой попробуем я не уверен что у меня что-то получится но попробуем пипен в шелл вот попробуем вот что сделать пипен в лог минус р минус д минус р пробуем давай давай пипен во он нагенерил какой-то список какой-то список зависимостей как видите сфинкс флейкс короче говоря все то что нам нужно для тестирования кстати сфинкса у меня здесь нету ну и в гитхаб воркфолкс вместо вот этой команды поставить пип инсталл пипенф 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 шелл я не уверен что это заработает то есть я уверен что это не заработает а чёрт 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 пипенф шелл не получится да а ну хочу будет если выйти из него пипенф извините сейчас проверю возможно я вас обманываю мне ничего не получится нет отлично работает ага дивонли говорит ну так дивонли так дивонли отлично работает хорошо значит 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 у нас получится гитхаб вот значит что мы делаем пип инсталл пипенф пип инсталл пипенф лог лог минус пир реку точка тексты где в реку точка тексты где в реку тексты вот значит тем самым если у меня сейчас все получится тем самым мы отвязались от дублирования наших отборочных зависимостей одновременно в ся и файле и в нашем пипенфе да возможно так заработать давайте попробуем так это было слово duplication обратите внимание вот на что поскольку у меня этот экшен настроен на он пуш то есть при каждом пуше будет запускаться вся эта фигня то если сейчас я просто скажу гитпуш то по идее у меня даже запустить соответствующий экшен давайте проверим этот факт экшенс вот он он прям работает давайте посмотрим что он там делает что-то он делает показать вот он все это время он разворачивал виртуалку вот вот сейчас он разворачивает виртуалку разворачивает ее разворачивает все еще разворачивает а пока он там это делал мы уже не умеет он в онлайн это делать, или по крайней мере Firefox это делать. Ну давайте почитаем логи. Итак, вот он развернул виртуалку. А чё? А-а-а, вот оно в чём дело. Конечно, спасибо, дорогой. Илья подсказывает, что я тут не залогинился ни разу. Хуй ты, господи, прости. Чтоб ещё вспомнить мой пароль, был бы совсем хорошо, конечно. Па-пам! Спасибо, дорогой. Во! Значит... Вот здесь он будет, значит, нашу Ubuntu разворачивать где-то. Нет, видимо, раньше. Вот, вот здесь. Значит, вот здесь он будет разворачивать так, где там Python, который Python тролливает. А, вот. Вот здесь он будет разворачивать тридесятый Python. Вот. Дальше, собственно, наш уже action, который мы описали, знаешь, что мы делаем. Upgrade. Ну, pip. Pipenv. А дальше, смотрите, а дальше... Вот где pipenv. Вот, pipenv. А дальше этот самый pipenv сгенерирует нам список зависимости, и все эти зависимости поставятся. Вот. А дальше, собственно, проверка линтом. Обратите внимание, есть целое одно предупреждение. Вот. Проверка подокс-стайлом. Ничего вроде не нашел. Проверка по тестам. С ключиком минус V. Да. И с кавериджем. Вот. Ну и все, в общем, хорошо. Вот. Вот примерно так выглядит CI в простом случае, когда мы работаем с гитхабом. Обращаю ваше внимание на то, что все площадки, которые предоставляют Continuous Development, в чем-то отличаются по способу... Ну, вот сейчас могу показать, как это происходило на SourceHut. Срыб точка хты. Если еще там не разлогинился, потому что тогда придется вспоминать еще тамошний пароль. Точно. Попал. Вот. Значит, пример с SourceHut более сложный, потому что потому что модуль, который я собирал, он написан на C. Это модуль для питона, написанный на C. Вот. Выглядит это примерно так. Вот. В прошлом семестре у нас здесь была лекция, посвященная PythonCIP, но мы ее... потому что я занимался этим модулем. Да. Но я решил этого не делать, у нас и без того много всего. Вот. Да. И CI для SourceHut выглядел вот так. Обратите внимание, что частично частично синтаксис похожий, но другой. Кстати, сказать более понятное. Здесь вот вроде ничего непонятного нету. Ой. Я пропалил какой-то секрет. Интересно, это секрет секретный или нет? Хороший вопрос. Надо будет проверить. Черт. Кажется, это секрет не секретный. В том смысле, что это этот самый его идентификатор. Значит, это что касаемо другого варианта CI. Вот. Значит, обратите внимание вот на что. Обратите внимание на то, что в действительности вот этот страшный ямловский файл в том месте, где речь идет заходит о логике собственно автоматизации, превращается в совершенно тупой список команд Шелла. Вот. И это еще раз как бы еще один ответ на вопрос Ильи, не стоит ли сохранить дуэт в качестве средства автоматизации. Видимо, стоит, потому что, ну вот иначе мы финишируем вот в такое. Вот. Чего я не рассказал? Я не рассказал одну важную вещь, что в результате запуска таких вот экшенов может быть вполне ща, секунду. Как вы понимаете, Continuous Integration это не только Continuous Development, но еще и Continuous Deployment. То есть, ситуация, когда вы не просто проверяете, что ваш проект работает и вообще, что он хороший и годный, а еще и, например, публикуете его, выкладываете куда-нибудь, собственно, чем мы сейчас и займемся. И это все требует не просто запуска каких-то скриптов, каких-то сценариев, описанных в YAML файле, но и использования тех генератов, которые в результате он произведет. Ну, например, вы хотите собрать колесо, это колесо выложить. Вот это колесо называется артефактом. Вот. И публикация этих артефактов это отдельная тема, связанная как раз с палевом вот этих самых ключиков, один из которых я очень надеюсь, что не пропалил, что это его открытая часть, но если пропалил, то все придется перегенерить. Публикация. в действительности в действительности тут есть одна проблема, с которой мы встретимся. Проблема состоит в том, что релиз менеджмент с точки зрения Python Package Index ПП и релиз менеджмент с точки зрения вашего хостинга, ну, например, гитхаба, это очень разные вещи. Давайте посмотрим, как устроена метаничка по публикации вашего пакета на Python Package Index, то есть вот туда, откуда все все ставят. Ну, что делать? Поставьте PIP, PIP, создайте пакет, все мы это сделали, положите туда лицензию, положите туда Redmi MD, в прошлом году была бага, вместо Redmi MD надо было класть Redmi.RST, посмотрим, как в этом году, не проверял. Вот, создайте P-ProjectOML, мы создали P-ProjectOML, он у меня даже достаточно большой, вот он, в этом P-ProjectOML описаны сборочное окружение, классифайер, версия, лицензия, кейворд, Redmi файл для публикации и значит, ну, короче, вот, сборка. Создали P-ProjectOML, дальше, тут, кстати, видишь, побольше всего даже сказано, что тут, например, автор, LongDescription файл, ну, в общем, мне кажется, и так будет ничего. Что-нибудь не понравится, поправлю. ProjectURL, ProjectURL, вот URL, наверное, нужно посмотреть, URL, вообще-то, надо поменять, да? URL-то нету, URL, пускай и будет. URL вот такой. Вот. Ну, хотя бы URL. кстати, Python requires у нас тут больше 10, больше, больше или равно 3.10, надо бы это, надо бы это отметить. Это что у нас? Это setup.cfg, мне нужен, мне нужен, не setup.cfg, мне нужен P-ProjectOML. Тогда не будем это пока делать. Да, еще манифест, совершенно справедливо. Python PROC напоминает, что должен быть еще манифест. Сейчас до манифеста дойдем. Кстати, что-то его тут нету, манифеста. Ну, ладно. Значит, создали P-ProjectOML, вписали туда, в конфиг, тут почему-то, значит, setup.cfg, видимо, старая методичка, надо посмотреть, как там новые выглядят. Сделали Redmi, лицензию, все хорошо. Давайте проверим, что у нас вообще все, что нужно, собирается, но оно действительно собирается, это правда. давай собирайся, собирайся, собирайся. О, ставится. Ну, ставься. Allmake это, оп, че? Оп, оп, оп. line127, url, url, наверное, нужен вот такой. А, это не там, все, я понял, боюсь, что это не здесь должно быть вообще. Нет, а, а че там, flake8 не так, как обычно, какие-то, 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 ой, flake8 стоит. Сейчас узнаем. Unable to run. Line to long. А как так? Хорошо. А, ошибка, это e, это line to long. Вот. не enable to run, а, все, я понял. Это, короче, ошибка. Окей, давайте поправим эту ошибку. Че? Какой там line to long-то? Где она? О, вот здесь. А, понятно, понятно, да. В документации, когда я проставил backtiki, стало слишком много. Хорошо, а знаете, что мы сделаем? Мы тогда эту ошибку исправим по-другому. О! Давай. Так. Что теперь тебе не нравится? ух, какой страшный, какой страшный тут лог. Похоже, что слово URL здесь все-таки лишнее было. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, надо пора с этим заканчивать, на самом деле, потому что... потому что... потому что... потому что... вот... да. URL, это был настройки сетап, сетап кфг, это надо было в другое место засовывать. все он делает. О, все отлично. Все отлично, все заработало. И тот, и другой вариант у нас сделали. Все, проверили, что все работает. теперь мы должны, собственно, дело за малым, запихать все это на... на пп. Да, блин. Еще один аккаунт. Вот забыл я подготовиться к лекции таким вот образом. ща поищем. Вот. Значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас публикуем наш пакет прямо на пп. Только смотрите, не на самом пп, а на тестовом сервере, который называется тест пп. Очень удобная штука, абсолютно ни к чему не обязывающая тестовый сервер. Вот. Для того, чтобы тренироваться на кошечках, для того, чтобы публикацию публикацию там так. оф. Секунду. Я все-таки... обидно, конечно, что так все пошло. Почему не запускаю? Запускаю. Тут питонпрок спрашивает, запускаю ли я Python Build. Ну, разумеется, я его запускаю. Просто это делает не я, Makefile это делает. Вот он. Где он тут? Вот он. Запускаю, конечно. Хорошо, публикуем. Для того, чтобы это дело опубликовать, нужно сходить вот сюда, вот, и сгенерировать временный, временный, да что ж такое. А, потому что password change. Временный пароль. Так. Да. Для того, чтобы... Еще раз. Еще раз. Во. Значит, нам выдают ключик. Некий. который мы используем для того, чтобы публиковать наш проект на этом самом сайте. Нет. Сейчас. А где он говорит? Токен. Setting scope. Interaccount. Ща. Так. Так. вот жмак вот это вот вот это вот точа пропалю сейчас я его удалю потому что это штука которая собственно нужна для публикации вот значит так да значит что дальше дальше ставим твайн поставили твайн и дальше должны мы вот так вот сделать и дальше мы публикуем да твайн довольно магический модуль это модуль для закачивания до закачивания собственно пакетов на пы-пы вот игруем вот он спрашивает логин но вместо логины надо говорить токен слова вот пароль вместо пароль надо выдавать вот этот самый токен где он тут вот он да вот он закачался и в результате у нас есть полноценная публикация нашего нашего пакета на хостинге только не на только не на этом самом не на настоящем пупы а на тест пупы с настоящим пупы вся та же история но как видите сколько раз я сегодня уже пропалил пароли понятное дело что лучше с ним так не обращаться значит хорошо давайте проверим что это вообще работает создаем чистое окружение и ставим прямо с сайта тест пупы только он почему симпл то а потому что симпл скачал поставил вот ну да у него нету у него нету этого самого но по крайней мере у него есть его можно проимпортить вот вот примерно так это работает давайте я сразу удалю этот токен чтобы не это самое не не вводить никого в искушение вот короче вот так выглядит публикация про публикацию надо знать следующее кстати как он там вот кстати redmi md уже заработал в прошлом году не работал я забыл кстати сказать про вот этот бэджик смотрите я сам себе выдал бэджик когда собирал когда собирал собирал этот самый тестировал пакет я сам себе выдал бэджик как как это делается это делается очень просто вот в в экшене вы указываете название вашего экшена а в файле вы просто пишете ссылку на результат работы этого самого экшена выглядит это примерно так ваш репозиторий экшенс воркфлоус название экшена бэдж .svg и вот получается такая красивая картинка удобная штука потому что после каждого пуша разумеется ну вернее после каждого выполнения экшена разумеется бэджик обновляется ну и соответственно 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 если у вас что-то испортилось вы просто увидите что бэджик некрасивый раскрашенный красным или желтым или чего-нибудь такое это что касаемо публикации на пыпы да значит еще раз повторю а публикации на пыпы которые мы с вами проделали было на тест пыпы они на настоящий но на настоящем абсолютно также она используется вот б все это можно автоматизировать засунув в тот же самый гитхаб экшен за одним исключением что вам придется вот этот токен который я тут уже пропалил пару раз ну я его уже стер вот этот токен класть прямо в чистом виде туда внутрь гитхаба вот с шансом его тоже пропалить вот в общем выбирайте и последний на сегодня разговор это как опубликовать всю эту фигню на read the docs на самом деле еще проще эту фигню опубликовать на read the docs прям как нечего делать заходим на read the docs.org нет read the docs.org мне интересует а не dogs а это я просто сходил на методичку мне нужно не методичка хотя нет давайте сходим на методичку просто почитаем насколько это просто вот вы можете использовать либо сфинкс в качестве генератора документации либо мкдок кажется вот два варианта у меня вот спрашивали в прошлый раз они на семинаре чем можно пользоваться вот либо сфинксом либо мы мкдоком вот значит короче вы заходите на read the docs где он там вот сюда вот просто тупо вот входите ну например регистрируюсь через гитхаб вот говорите давайте мы прям удалим проект отсюда или тут уже нельзя удалить проект интересно мне знать вот я хочу его удалить его можно удалить ну собственно без разницы вы даже можно не удалять вы можете сказать импортировать проект и просто указать тупо указать url вот ща вот наверно словом редактировать можно убить его хочу убить проект могу убить проект не знаю как убить проект вообще ну ладно похоже что никак смешно ну даже не знаю что сделать как бы вот его прям давайте поищем может быть может быть мы нагуглим ну потому что ну как это я хотел сначала все показать давайте попробуем еще раз что он говорит admin button scroll all the way down the bottom save и delete хорошо жмем админ это был админ о удалить проект спасибо дорогой да тоже работает но через кастели все правильно ну вот импортировать проект мы говорим какой мы собираемся импортировать проект какой-то вручную собираемся импортировать назовем его тагер дикт репозиторий у нас будет так взят вот отсюда это гид ветка по умолчанию все поехали вот пока что мы ничего не собрали говорим собирай он запускает сборку билд файлит дупликетит билд говорит что такое видимо он не совсем удалился зараза интересно интересно а вот он работает обратите внимание что пока он работает обратите внимание что на самом деле это все тот же си ай прям один в один управляемый файлом на этот раз редодокс ямл в котором единственное что мне потребовалось указать это версию питона потому что потому что по умолчанию она там три восьмая ватс как обычно вот значит как работает редодокс редодокс работает очень тупо он видит вас мэйк файл в этом мэйк файле находят с помощью какой-то странной логики находят использование а нет не мэйк файл видит прошу прощения видит конфигурационный файл комп и от от сфинкса распознает в нем конфигурационный файл сфинкса и запускает билд сфинкса больше ничего не делает вот в данный момент он меня сейчас собирает вот пожалуйста вот он установил заклонил вот он сделал гитклин вот он добавил третий питон вот здесь вот три десятый вот он создал виртуэнф вот он виртуэлф понаставил в него всяких штук вот всяких которые считают нужным дальше он посмотрел на кон в пыль выяснил что это настоящий хороший годный кон в пыль вот и собственно сейчас он собирает документацию вот он ее даже уже собрал просто по факту того что вы показываете вашу редодоксу репозиторий в котором есть сфинкс вы получаете вот такую вот документацию это собственно есть документация к моему модулю вот чего я не сказал еще я не сказал что есть проблема версионирования дело в том что когда вы делаете релиз менеджмент нормальный ну скажем на гитхабе или где угодно существует достаточно красивая дисциплина выпуска релиза с подготовкой при релиза с подготовка релиз месседжи лист ноут с отдельным тестированием с выкатыванием этого релиза в виде артефактов чтобы их можно было скачать гитхаба и так проблема состоит в том что в случае гитхаба релиз менеджмент управляется вот этим вот вот этой вот штукой и когда у нас вместо пп project омль был ситап .п то есть программа написана на питоне понятное дело что можно было при 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 гитхабе плагинчик который бы сходил к гиту узнал бы какая последняя версия какой тэг у вас релизный и от этого бы тэга сформировал вот эту версию и существует сто пятьсот решений на этот счет ни одно из них не работает вот вот это вот 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 все эти модули setup tools scm versioner setup tools git versioning вот все вот это посвящено решению этой самой проблемы я так понял что ни один из этих инструментов до конца ее не решает но в общем это надо поисследовать у меня не получилось вот поэтому если вы хотите не руками монтанить одновременно релиз менеджмент на гитхабе или на гитлабе или где угодно с тегами со всеми пирогами и вот этот вершин равно в project to me то вы должны сделать какой-то генерат в одну сторону в другую сторону короче определить какую-то логику который пока что никак не стандартизован или можно использовать можно использовать высокоуровневый инструмент сборки который называется поэтри про я про него уже упоминал в котором есть просто такая команда поэтри вершин и он поменяет эту версию там в project to me на основании собственно тега такие дела вот а собственно все собственно все видимо на этом мы с вами расстаемся до следующего учебного года это была последняя лекция по последним по счету лекции которые у нас были запланированы вот так что если есть какие-то вопросы задавайте если нет значит пару слов то есть я пока пока вы их задаете я значит скажу пару слов в окончании разумеется так же как мы не смогли пройти абсолютно весь питом в первом семестре точно также разумеется мы не смогли потрогать все аспекты разработки на питоне во втором семестре даже понятное дело еще больше мы опустили потому что ну разработка эта штука бесконечная язык программирования штука конечно вот моя моей целью было не научить вас промышленному промышленной разработки потому что промышленная разработка это тыканье в удобные кнопочки удобных идея а показать подноготную показать кишки показать как как это устроено на основании чего собственно разработка происходит вот именно поэтому мы не обращались к таким удобным инструментом удобным комбайном который за нас все делают а пытались делать все руками вот собственно на этом мой мои компетенции в области питона заканчиваются вот больше ничего не знаю про питон поэтому в следующем семестре если ничего не изменится у нас будет повторение этих самых курсов вот что будет в следующем семестре никто ничего не знает давайте надеяться на лучшее ну и соответственно до новых встреч в эфире я всегда есть телеграме у нас есть прекрасное сообщество в телеграм канале вот не канале чатики всех приглашаю туда тут уже пошли поздравления от маркизио спасибо дорогой маркизио значит я так понимаю что вопросов нету ну тогда всем спасибо и до встреч в эфире